Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы с вами продолжаем изучение псалтыри и переходим к изучению 101-го псалма. Напоминаю, что лекции наши записываются порталом экзегет.ру в Сретенской духовной семинарии. 101-й псалом – это молитва утомленного страдальца, который изливает свою жалобу пред Господом. Необычный заголовок молитва страждущего указывает не столько на исторические обстоятельства, которые послужили поводом для написания псалма, сколько на его функциональное назначение. Как считают исследователи, заголовок был дописан, когда псалтырь стала использоваться не только как храмовая богослужебная книга, но как молитва слов для частного пользования. По содержанию псалма видно, что его автор еще не стар, однако он болен и одинок. Слезы потоком текут из его глаз ежедневно. Ежедневно его поносят враги. Просьбы о себе и об Иерусалиме переплетаются. Псалмопевец просит Бога преклонить ухо ради себя и Сиона. В 13-23 стихах рыдание резко сменяется на прославление Бога, которое непременно восстановит Сион, и туда соберутся народы и царства для служения Господу. Отличительной особенностью псалма является то, что здесь соединяется в единой противоположной тональности. Крик о помощи и рыдание о краткости человеческой жизни. А также торжественное празднование величия Господа, уверенность, что Бог вмешается и спасет свой народ. Эти контрасты заставили некоторых ученых утверждать, что настоящий псалом представляет собой объединение двух первоначально отдельных текстов. Однако в псалтыре встречаются подобные примеры, когда в одном гимне сосуществует бок о бок плач и благодарность, и поэтому лучше понимать данный текст как целостный. Мы можем спросить себя, кто этот «я», от лица которого льются слезы в данном псалме? Кто этот незнакомец, который делится описанием своих личных страданий? Это царь или старейшина общества? На этот вопрос ответить трудно. В 15-16 стихах есть намек, что историческая обстановка, в которой появился данный текст, была связана с периодом плена, или, возможно, первых десятилетий после возвращения, когда стены Иерусалима были еще в руинах, и храм не был восстановлен. У данного псалма много точек соприкосновения с пророчествами Исаии, иных псалмов и даже книгой Иова. Но вне зависимости от авторства и датировки данного гимна, перед нами плач одинокого страдальца, который отражает тяжелое положение всего общества, немощного и окруженного врагами. Псалмопевец молится за себя, но молитва его является образцом для молитвы для всех, у кого такое же устроение души и схожие жизненные обстоятельства. Рассмотрим теперь подробнее содержание текста. Второй и третьей стихи. Воззвание ко Господу, описанное в первых стихах псалма, похоже на те жалобы, которые встречаются повсеместно в псалтыре. День скорби, который посетил псалмопевца, это не только время болезни, но и состояние психологического кризиса. Бог прячется, скрывает свое лицо, и это вызывает тревогу, поскольку обычно Бог отвечает на воззвание находящихся в беде. Псалмопевцу нужен срочный ответ, «Скоро услышь меня», а тот как-то медлит. Четвертый и двенадцатый стихи ярко описывает тот кошмар, с которым столкнулся псалмопевец. Изображаемая им картина в начале, в конце псалма, обрамляется двумя параллельными образами. «Исчезли, как дым, дни мои», четвертый стих, «Дни мои, как уклоняющаяся тень», двенадцатый. «Сердце мое иссохло, как трава», пятый стих, «Я иссох, как трава», двенадцатый стих. Эти две параллели как бы формируют общую поэтическую композицию. «Жизнь хрупкая, приходящая, конец приближается». На это намекает и слово «головня», точнее топка, очаг в четвертом стихе. В книге Левит русские переводчики усмотрели в этом слове на место сожигания, на жертвенники. А в книге Исаия они усмотрели намек на эсхатологическое пламя, которое для нечестивых горит вечно. Указание на то, что человек, находящийся в глубокой печали, ничего не ест, в целом соответствует богословию Ветхого Завета. Под влиянием боли и депрессии у псалмопевца пропал аппетит. От множества стинаний его тело высохло. Кости прилипнули к плоти. Как выглядели упоминаемые в псалме филин и пеликан, сказать трудно. В русских переводах оба слова чаще всего указывают на филина. Обе птицы считались нечистыми. Появление на развальных сиона филинов по пророкам было символом запустения. Вместо того, чтобы любоваться сидящей на крыше стаи птиц, которые своим щебетанием могут поднять настроение человека, перед нами рисуется картина одинокой совы, чьи крики на развалинах города по ночам наводят страх. Псалмопевец не спит. Ночь не приносит ему облегчения, как об этом говорится в 7-8 стихах. Его окружают враги, которые показывают на него пальцем, когда хотят кого-то проклянуть со словами, «Чтоб ты так страдал, как этот человек». В подобной ситуации оказался и праведный Иов, друзья которого интерпретировали его страдания как результат греховности. Враги псалмопевца насмехаются без всякого сострадания. Они сговариваются против него. Он стал притчей на устах людей. В славянском тексте 7 стиха указываются необычные для русского читателя наименования птиц. Разница в русском и славянском переводе связана с исходными текстами. Напрасно мы сейчас пробуем отождествить того пеликана, который упоминается в русском тексте, с теми пеликанами, которые мы видим в современных зоопарках. нас может ввести в заблуждение употребление одних и тех же слов, в то время как изначально, скорее всего, речь шла о разных птицах. В некоторых иностранных переводах полагают, что в двух половинках 7 стиха, там, где сказано о пеликане и о филине, речь идет об одном и том же типе птиц, который мы бы сейчас назвали бы совой. Может быть, изначально подразумевались разные типы сов, но в любом случае это большая, крупная ночная птица, которая издает странные и пугающие звуки, скорее всего, перемещается бесшумно и живет в местах на развалинах, которые покинул человек. Славянский текст, говоря о неясыте, по сути дела также говорит о сове, о животном, которое ненасыщается, ненасытное, которое ест порой больше своего собственного веса за несколько дней. Поэтому нас не должно вводить в заблуждение употребление разных терминов в двух текстах, но может ввести в некоторое смущение выражение «птица особящаяся наезде». Особящаяся наезде по-другому на кровле. Но поскольку речь идет о полуразрушенном городе, то вместо слова «кровля» удобнее употребить слово «развалина». Следовательно, речь идет о запустевшем городе и какая-то, может быть, не дошедшая до нас птица, или птица, о которой мы имеем только очень прикровенные намеки в Священном Писании, она пугает человека и пугает, тем самым намекая на то, что место это покинуто, оставлено. Она словно как привидение слоняется сквозь брошенных, запустелых и заросших домов, бросая тень на прохожего от лучей луны. Ссылка на Божий гнев и негодование в 11 стихе свидетельствует о том, что псалмопевец воспринимает тяжелую руку Господа как справедливое, но тяжелое наказание. Поскольку ему нелегко, радость жизни ушла в небытие, поэтому он стонет и подбирает яркие описания своих страданий, чтобы тем самым хотя бы немножко умилостивить Бога. Своё унижение и скорбь псалмопевец передает образом скудной пищи. Как будто бы его единственной пищей стало меню из пепла и слез. Плач противоположен радости. Пепел – символ одежды, лишенной украшений. Пепел намекает на древние обычаи во время глубокой печали сидеть на земле и посыпать голову и одежду пылью и пеплом. Вознести и низвергнуть, поднять и бросить – это фигуры речи, заимствованные из природы. Как вихрь поднимает лист земли и заставляет носиться по ветру, так и народ Божий сначала был поднят могучей силой с насиженных мест. Вадим был по пустыне, а затем брошен далеко от родины на Вавилонскую землю. Жизнь псалмопевца безрадостна. Она сравнивается с удлиняющейся тенью, которая растет и растет, как возрастает тень с наступлением вечера. Однако мрак отчаяния разрезает луч надежды. «Ты же, Господи, вовек пребываешь», сказано в 13 стихе. «Бог благ и милосерд по определению. Его царствование прочно и величественно». После слов «ты же» в других псалмах нередко следует жизни, утверждающий рассказ о минувших чудесах Бога. Здесь же взгляд псалмопевца устремляется в будущее. «Главное не то, что было, а то, что будет». Ожидание светлого будущего сводится к двум постоянно повторяющимся словам – «Господь» и «Сион». Центр всех мессианских надежд и религиозной жизни «Сион» сейчас представляет собой жалкую груду камней, пыли обломков. Однако беспомощные узники, замученные до смерти, буквально сыновья смерти, все еще по псалму надеются на Сион. Описание продолжительных по времени страданий и надежд на грядущее восстановление Сиона может соответствовать периоду последних лет Вавилонского плена или периоды первых лет после возвращения, когда Иерусалимский храм все еще был в руинах, а народ по-прежнему находился в изгнании, либо изо всех сил пытался выжить в Иерусалиме, окруженный злобствующими врагами. Слово «время» в 14 стихе играет знаковую роль. Бог выбирает время, чтобы назначить день суда. По исполнении меры страданий Израиля наступает время о подготовке к возвращению. Время помилования наконец пришло. Господь приникнул со святой высоты и призрел на землю с небес. Он умилосердится над Сионом. Сатраб персидского царя в Самарии по имени Санавалат издевался над иудеями с такими словами. Неужели они оживят камни из груд праха и притом пожженные? Действительно, согласно Псалму, камни Иерусалима напоминали прах. Однако автор Псалма верит, что Господь снова построит Сион. Восстановление Сиона и явление славы Господней идут бок о бок. призрит в 18 стихе, значит, обернется, обратит внимание, повернет лицо навстречу. Если в день скорби Бог отворачивался, скрывал лицо, то в день восстановления Сиона он призрит на молитву беспомощных людей. На глазах у псалмопевца совершается какое-то новое чудо. Как когда-то чудо исхода из Египта и странствование по пустыне стало поводом для назидательных рассказов от отцов к детям, так и сейчас надо написать о всем для последующего рода, чтобы потомки прославляли Господа, новые, еще не родившиеся поколения. В последующем с песней хвалы на устах также прославят Бога, о всем случающемся ныне. Сион восстанет из пепла и станет вселенским центром прославления Господа. Народы и царства станут величать имя и славу Господа. Весь мир соединится на Сионе, чтобы ему служить. Слово «услышать» в 21 стихе дает ответ на ту мольбу, с которой начинался псалом. «Господи, услышь молитву мою». Жить с надеждой значит верить, что Бог не забудет, даст ответ после долгого молчания. В заключительном разделе псалма в 24-29 стихах псалмопевец возвращается к начатым ранее темам плача и празднования. Он все еще в пути, до цели он еще не дошел, но уже чувствует упадок жизненных сил. Жизнь его оказалась короче, чем ожидал, опираясь на скоротечность прожитых лет, на риск умереть. Не дожив до старости, он обращается к Богу. Жизнь Бога не измеряется в годах. Она длится сквозь все поколения. Смена лет подобна одежды, которую переменяет Господь. Стареют даже земля и небо. Они изнашиваются, как риза. Они не просто приходящие и изменчивые. По пророку Исаии когда-то наступит время, когда земля обветшает, как одежда. И жители ее также вымрут, небеса свернутся, исчезнут, как дым. Но затем Господь сотворит новое небо и новую землю, на которых люди будут веселиться и о прежних уже не будут вспоминать. «Господь один» всегда остается неизменным. Только Он может называться Богом. «Ты тот же» означает «ты один». Исаия постоянно подчеркивает, что Господь один единственный, тот же от начала дней, первый и последний. Если Он наложит руку, никто не заберет. Поэтому, если десница Божия посетила Израиль, сыновья рабов Его приобретают жизнь. Потомки, помилованных Богом, будут твердо стоять на ногах пред Его лицом. 29 стих. В 26 стихе по греческому переводу, после фразы «в начале ты» появляется слово «Господь». Это греческое слово в Новом Завете стало синонимом Иисуса Христа – кириос. Формент псалма, который содержит данное слово, в послании к евреям приводится как подтверждение особого положения Сына Божия. Как здесь, так и в Евангелии от Иоанна мы улавливаем тонкое отождествление Иисуса Христа, Иисуса Нового Завета, с Яхвы Ветхого Завета. Пророк Иисая видит славу Яхве, а Иоанн пишет, что это была слава Христова. Исходя из такой линии интерпретации Писания, не только явление Господа на Сионе, но и сотворение мира может указывать на великого посредника, предвечное слово, которое было в начале у Бога. Если по еврейской традиции ангелы были посредниками в передаче «Торы Израилю», то в послании к евреям все ангелы Божии поклоняются первородному. Тем самым в Новом Завете подчеркивается, что Иисус выше ангелов, выше «Торы», равночестен Богу Отцу. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok